так всем добрый вечер меня зовут кристина шаховцова я методист компании попро сегодня рада быть с вами снова и мы продолжаем знакомиться с нашей продукции сегодня у нас будет рассматриваться торговая марка морей мы поговорим о новинках представленных обновленных линий это антиэйдж терапия акне терапия и royal терапия для сияющей кожи поговорим почему именно теленые кислоты мы используем какого эффекта мы добиваемся также мы будем демонстрировать наши на наших моделях эффективность наших процедур а если будут какие-то вопросы пишите комментируйте мы с радостью ответим с радостью ответим сразу либо когда так двигаться будем по презентации первая линия которую мы сегодня будем рассматривать это антиэйдж терапия а здесь представлен антиэйдж пилинг пилинг на основе фируловой кислоты и также аргирелин почему именно фируловая кислота а во-первых она не относится к таким типичным аха кислотам а фируловая кислота сама инактивируется в шамоповатом слое очень часто вы можете встретить в протоколах в том числе в нашем протоколе когда фируловая кислота является таким энхэнсером проводником но за счет того что она сама нейтрализируется она не требует нейтрализации соответственно почему именно фируловая кислота во-первых она является сама инактивируется как мы уже говорили во вторых она может сочетаться с такими компонентами крупными как белковыми структурами а также с ретинолом потому что ретинол не со всеми кислотами в принципе совмещается в одной процедуре кроме этого она очень хорош хорошо влияет на цвет кожи а в связи с тем что также ингибирует свободные радикалы то есть является очень хорошим антиоксидантом для какой кожи она назначена прежде всего для чувствительной кожи если мы говорим о фируловой кислоте если говорим в контексте с антиэйдж терапии это зрелая кожа а зрелая кожа с первыми признаками старения почему потому что здесь мы используем агрелин 5 процентов как мы уже заявили десятипроцентная фируловая кислота также хорошо применяется показаниями является пигментация как мы работаем с этой проблемой тоже и кожа которая постоянно находится в стрессе в окружении городских условий и так далее достаточно высокая толерантность но об этом мы тоже заявили потому что фируловая кислота она не типично себя ведет в коже и очень хорошо переносится и самоинактивируется антиэйдж пилинг у нас есть также у нас есть бустер то есть такая активная сыворотка можно так сказать и антиэйдж пептидный крем пептиды это цепочки аминокислот я думаю что вы знаете но сейчас мы еще поговорим а сейчас нас на слайде десятипроцентная фируловая кислота а вы видите строение фируловой кислоты она является кальцилинной в какой-то степени соответственно она достаточно мягко воздействует является такой большой молекулой ее уникальность в том что она очень хорошо сочетается с другими ингредиентами в том числе она имеет антиоксидантный эффект да то есть на ряду с такими антиоксидантами как витамин c и е как любая кислота она способствует улучшению синтеза коллагена уменьшает покраснение кожи в связи с большой толерантностью и не агрессивные действия осветляет выравнивает цвет кожи и придает кожа сияющий вид активный антиэйдж ингредиенты это агрелин агрелин это как бы цепочка аминокислот которая я как бы подавляет она является нейропектидом то есть она подавляет сокращение за счет нейростимуляции за счет подавления астин синапсов как бы нейроконтактов а в связи с этим мышца сокращается но не в той полной мере которая она бы сократилась без его действия а также в данной линии мы используем эфири ретиноловой кислоты а хочу еще раз подчеркнуть что именно эфиры то есть не сам самую ретиноловой кислоты в связи с этим она тоже является очень таким важным компонентом в антиэйдж уходе поскольку она способствует синтезу кератиноцитов активизации фибробластов также немножечко ингибирует сэбом продукцию любой витамин а в принципе мы здесь ее применяем для разглаживания мужчин для стимуляции и улучшения тонуса морщин а также она способствует осветлению и способствует нивелирования фото повреждения то есть тех которые связаны именно с солнечным воздействием а также в нашей линии есть ресватрол то есть это ингредиенты полифенол из винограда полифенол это экстракты из кожуры винограда если быть точнее они считаются то что дает цвет фруктов они считаются более выраженным скажем ингредиентом если брать полностью виноград его действия это прежде всего антиоксидантные действия также влияет на синтез меланина и данный компонент уже видим результат буквально через две недели витамин е является витамином молодости это жирорастворимый витамин наряду с витамином а который очень необходим для правильной кератинизации кожи и правильного деления и синтеза новых компонентов кожных а бустер это такое вот активное вещество да то есть сыворотка то что мы называем а здесь 5 процент агрелин 1 процент эфир ретинола 1 процент резвератрол 4 процента витамина е наносим мы его либо под аппаратные методики мы можем ее применять а либо можем применять в качестве под крем да то есть пептиды не сильно сочетаются сочетаются с кислотами типичными даты саха кислотами а точнее даже не саха кислотами с кератолитиками извините с салициловой кислотой фенол трихоруксуска поэтому как бы фируловая кислота в этом плане очень хорошо сочетается с данным ингредиентом и дополняют друг друга и активный лифтинг крем который тоже состоит из 15 процентных активных веществ на основе аргрелина гиалуроновой кислоты витамина е экстракт белого чая и виноградных листьев и органовое масло и масло инкоинчи то есть это все компоненты которые улучшают тонус кожи позволяют мягко контролировать процесс деления и а вы уже видите результат спустя 14 дней протокол процедуру классика является подготовительный этап это демакияж и если есть необходимость перед пилингом обязательно нужно ее высушить вторая фаза это фаза воздействия пилинга то есть мы наносим пилинг избегая области вокруг рта и глаз и затем буквально где-то там через 5-7 минут наносим следующее средство а фируловая кислота является таким проводником как мы уже говорили поэтому вы можете рассматривать как и анти-эйдж бустер так и другие активные ингредиенты которые совместимы с фируловой кислотой затем идет завершающая фаза в завершающей фазе мы наносим крем и отпускаем клиента а если клиент нуждается в спайв-защите мы обязательно используем спайв-защиту и вообще когда мы используем какие-то либо кислоты а спайв-защита должна быть всегда приемлемо то есть мы должны ее применять эффект это уменьшение действия афк то есть защита от свободно радикальных реакций улучшение внешность внешний вида зрелой кожи при этом уменьшение морщин улучшение эластичности и тонуса кожи осветление улучшение тона кожи уменьшение покраснения и кожа в частности омолаживается частоту процедуры мы делаем из четырех восьми процедур один раз в неделю продолжительность данной процедуры если по протоколу примерно 45 минут и а чем важно то что афируловая кислота является все сезонной кислотой но требует защиты в домашний уход пептиды мы тоже назначаем вообще пептиды очень любят системность поскольку мы воздействуем на скажем так на рецепторы поэтому очень важно затем ну как бы клеточка еще какой-то период если даже данный пептида не будете пользоваться она будет помнить о ее стимуляции а поэтому в данном случае мы предлагаем домашний уход с этой линии чем особенный данный крем то что он достаточно легкий но при этом питательный обладает уже 15 процентов активных ингредиентов в основном очень похоже на профессиональный крем в составе рекомендуем уход уже 35 с плюсом и дальше если аппетитная стимуляция нуждается немножечко в раньше период такое тоже может быть особенно если очень много фотостарения то есть признаков фотостарения то мы тогда назначаем аппетитную линию а в летний период поскольку аэролин уменьшает сокращение то есть на летом нам тоже будет как бы очень актуально а по исследованию то есть мы делали свои собственные исследования второго марка на рель длительность исследования была один месяц при этом мы делали один раз в неделю пилинг то есть у нас получилось три пилинга и использовали по протоколу и использовали антиэдж антиэдж уход в домашнем лечении а при этом вы видите что нивелируются так мелкие морщины и уменьшаются в глубине глубокие морщины возле глаз да то есть при этом уменьшается эритема то есть чувствительность которая связана также вы видите уменьшение морщин на лбу уменьшение и треть область то есть нижняя область лица тоже улучшается особенно влияет на покраснение то есть сосудистые какие-то особенности да здесь мы тоже видим сосудистые изменения в лучшую сторону да что как бы улучшается и нивелирование либо частичные нивелирование да то есть морщин на лбу по антиэдж уходе мы также рекомендуем и другие кислоты кислоты безусловно очень активные ингредиенты которые проникают живые слои кожи и реально их стимулируют в отличие от не кислотных ингредиентов самый оптимальный которым мы рассказали это кислота она не требует нейтрализации она является все сезоны и шелушение ну как бы будет совершенно невидимое то есть вы не получите как бы шелушение как такового а следующий по интенсивности это гликолевый 25 процентный пиле а ph здесь 3 и 0 то есть вы видите ph понижается да соответственно он является как бы всесезонным и да и нет несмотря какая кожа если кожа толстая не куперозная то соответственно может рассматриваться как всесезонная а гликолька достаточно коварная кислота поэтому иногда мы приемлем чтобы она именно соблюдала свою сезонность а здесь уже может быть шелушение все зависит от если кожа тонкая то вы получите ее а если нет то нет но она все равно будет умеренное и мелко чешуйчистая и следующий по интенсивности ph еще ниже 1 и 3 это перевиноградка она идет у нас совместимо с молочной и азолаиновой кислотой поэтому она прекрасно справляется задачей пигментации возрастных особенно изменений там она не является уже всесезонная она является только сезонным пилингом и она дает шелушение она может быть мелко пластинчистое может быть более выраженное все зависит от кожи уменьшение морщин укрепление дерма в связи с тем что первая виноградка является кето аналогом молочной кислотой то есть по сути это и кератолитик и аха кислота в одной структуре поэтому она стимулирует очень сильно дермальный слой что собственно говоря нам идет в пользу антиэйдж терапии а следующая наша новинка акне пил и в принципе акне линия чуть-чуть обновилась у нас здесь показания очень четкая то есть это жирная кожа комбинированная кожа с признаками прыщей то есть это могут быть папулы могут быть пустулы а также кожа с пост воспалительной пигментации либо гормональной пигментации ну как бы в основном мы работаем с пост воспалительным именно с этим пилингом высокая толерантность данного пилинга уже доказано что любые нарушения они связанные с нарушение любые какие-то заболевания они связанные с нарушением билипидного слоя поэтому стараются совмещать химические формулы так чтобы не сильно ну как бы задействовать этот слой да то есть не сильно агрессивно действует в принципе на кожу и таким образом не получать высокой воспалительности да по сути пилинг тоже дает в какой-то степени триадовоспаления на а значит что хорошего в этом пилинге во первых 20 процентов азолоиного кислота азолоинка считается допустимая кислота у всех протоколах да она очень хорошо справляется с антибактериальными свойствами очень хорошо нивелирует пигментацию 20 процентная миндальная кислота достаточно такая крупная молекула она будет веская как бы тяжелая скажем так поэтому очень медленно проникает 20 процентная и двухпроцентная салициловая кислота в принципе для салицилки это достаточно хороший процент салицилка кератолитик она динатурирует белковую структуру соответственно сворачивает в том числе пропиобактерии акне этим самым имеет очень хороший антисептический эффект достаточно утикальная формула как вы видите то есть она не агрессивная не азолоинками не миндалька вы согласитесь но они являются агрессорами и кроме этого салицилка делает свое дело то есть она еще липок кислота то есть проникает именно в сэбум и таким образом работает в сальной фолликуле почему 20 процентная азолоинка потому что это дикарбоновая кислота она очень хорошо имеет антибактериальный эффект в отношении пропиобактерии акне также стафилококус ауреус и эпидермидис имеет отбеливающее свойство то есть она относится к тем отбеливанием что уменьшает не только контролирует не только синтез меланина но и уменьшает сами мелануциты да то есть соответственно таким образом пиементация действительно уходит и очень выраженно работает с комедонами как воспалительного так и невоспалительного характера 20 процентная миндальная кислота это альфа-гидроксикислота то есть то что мы называем аха кислотой но в какой-то степени она является и липокислотой то есть она имеет свойство проникать как и через эпидермис так и через трансфолликулярные каналы да она действительно регулирует тоже кожные сэбумы контроль кожного сала то есть созревание с эбацитом уменьшает недостатки если есть там угри пятна осветляет тоже имеет такую особенность и хорошо работает с гиперкератозом то есть очень хорошо регулирует процесс кератинизации что очень важно в протоколах по акне двухпроцентная салициловая кислота является бета кислота является кератолитиком как мы уже говорили она только работает с сальной холикулой часто она падает по саду поэтому вы можете видеть велосы и к сожалению бутылки такое может быть так и на коже это считается нормально в принципе да способствует заживлению и нивелированию воспалительных прыщиков да то есть проявление акне протокол процедур классический сначала мы выполняем демакияж а затем идет фаза эксфолиации в которой мы наносим наш пилинг 42 процентный на экспозицию 4-8 минут на это все условно это протокол который точно вам не даст на каких-то негативных вариаций но в принципе вы можете по состоянию кожи чуть-чуть повышать экспозицию то есть это зависит от основы такая кожа если кожа тонкая воспалительная то безусловно больше 8 минут мы мерки надуем если она толстая вы можете соответственно и дольше по протоколу подлежит пилинг нейтрализации но здесь я хочу тоже остановить нейтрализатор это по случаям а щелочь вы знаете да то есть аж примерно 9 с копейками поэтому здесь такой момент что в принципе мы рекомендуем потому что бывают такие случаи когда действительно нужно вовремя остановить кислоту да то есть действительно сделать так чтобы она остановилась если вы смываете просто водой то безусловно вам нужно это делать заранее то есть не выдерживать там 8 минут например 5 да потому что еще какой-то период пилинг будет проникать когда вы смоете потому что вы не сразу нанесли щелочь поэтому мы в принципе рекомендуем нейтрализатор использовать но основные по своему усмотрению и затем мы тонизируем антибактериальным тоником и наносим какую-то активную сыворотку в данном случае сыворотка с экстрактом ивы экстракт ивы богат салицилатами но таки салицилаты это салицилка да поэтому очень хорошо нивелирует воспалительные проявления и заключательный этап мы можем использовать либо легкий крем с лх кислотами то есть салициловой липокислотами да либо активно увлажняющий крем из линии нейроник плюс то есть уже как бы завершающий крем который вы считаете нужным действие деликатно отшелушивает кожу регулирует кератинизацию да то есть гиперкератоз очищает условно загрязненную кожу но больше с клеточными элементами это можно называть гиперкератоз то что мы называем уменьшает игры заживляет прыщи осветляет и улучшает цвет лица курс процедур 4 6 один раз в неделю длительность 45 60 минут считается круглогодичным пилингом то есть в принципе при необходимости можно его использовать или в летний период но как бы снова таки при необходимости во время курации мы рекомендуем использовать домашний уход на основе эльха кислоты которые регулируют акне проявления и себорегуляцию продолжительность исследования мы тоже делали один месяц сделали процедуры с пилингом то есть у нас получилось один раз в неделю три процедуры и наносили легкий крем салициловой кислотой два раза в день и при этом мы предоставляем фотографии да что действительно воспалительные элементы уменьшились безусловно этой картинке видите поражение не только лица и плечи декольте соответственно там сальные поликулы поглубже сами по себе в анатомическом строении поэтому полностью понятно что мы не нивелировали в принципе акне тема это тема постоянного ухода и тема причин да то есть мы как бы влияем только на то что на кожу да мы не влияем на гормональные процессы и так далее а по комбинированию пилингов то есть первый пилинг акне пил то что я говорила он является всесезонным по необходимости применять его и в летний период а затем у нас идет миндальная кислота миндальная кислота она миндальная кислота 1 и 5 она тоже является всесезонным и следующий пиро виноградная кислота и глоу спил глоу спил глоу спил это линия которая создана специально для кожи для улучшения цвета лица поэтому здесь мы работаем стрессовыми пятнами с кожей курильщиков с кожей который не получает кислород тоже очень высокая толерантность поэтому очень оптимальна и чувствительна кожа чем уникальность 10-копроцентная лактабионка янтарная и аскорбиновая кислота ph здесь 2 и 0 а также есть активный осветающий бустер и осветающий крем сияния чем хорош пинок потому что здесь есть 30 процентная лактабионка 5 процентная аскорбиновая и янтарная кислота лактабионка является полигидрокислотой она не является ахакислотой она действует по типу ахана она является полигидрокислотой то есть она достаточно большая молекула в основном она проникает и работает очень хорошо в роговом слое повышает лактабионка сама по себе является нектантером то есть повышает увлажнение в роговом слое но какая-то часть может проникать и чуть-чуть дальше аскорбиновая кислота я думаю что вы знакомы с ней то есть это витамин c который необходим для синтеза коллагена необходим для улучшения тонуса сосудов и так далее да то есть она работает с субистой сеткой и 5 процентная янтарная кислота дикарбановая кислота похоже по своему как бы действию можно сказать участвует антиоксидантной стимуляции восстанавливает а естественные процессы обновления кожи выравнивает цвет кожи и мягко отшелушивает активные компоненты которые входят здесь это гексил резорцин это производные резорцина это кератолитик который не обладает таким агрессивным токсическим действием да то есть он как бы это аналог можно так сказать то есть очень хорошо работает с тиродиназой то есть с пигментацией неоцинамид прекрасный витамин который нуждается сосудистая сетка нашей кожи поэтому безусловно мы тоже замечать улучшение данного данной категории а также есть тетра 530 это аминокислоты еще раз повторюсь да а также есть бицеретиновая кислота который делается из корня солодки это является иммунным стимулятором поэтому очень хорошо обладает противовоспалительным заживляющим действием и витамин c идет в двух вариациях в том числе и жирорастворимый и водорастворимый компонент это тоже очень важно активно осветляющий бустер снова таки вы можете его наносить как в качестве активного ингредиента под крем либо под аппаратные методики затем у нас есть осветляющий крем с эффектом сияния а здесь четыре процента активные ингредиенты среди которых неоцинамид 05 гексазилориодорцин 1 процент витамин c 1 процент экстра корня солодки и осветляющие микрочастицы в данном креме обращаю ваше внимание что да действительно есть такой эффект сияние то есть в принципе это так немножко нивелирует как бы морщинки даже да потому что они как будто кожа наполняется таким сияющим видом да то есть не блеском именно а вот такими как будто изнутри значит эффекты от данных сывороток и кремов есть в домашнем ходе сыворотка это прежде всего работа с пигментацией это осветление это разглаживание морщин и работа с выработкой коллагена либирование немножечко там кожного сэбума если есть и придает коже более такой чистый здоровый вариант используем мы регулярно минимум 6-8 недель но это касательно как бы любой на самом деле линии эффект вы видите да то есть сияющей кожи то есть слегка с таким как бы блеском идет нужно таки некоторым клиентам это нравится некоторые нет поэтому обращаем ваше внимание здесь наша фотография руки чтобы вы как бы просто имели наглядно да пример какой протокол процедуры подготовительная стадия демакияж фаза эксфолиации наносим 40 процентную glow пил на 4 10 минут и затем нейтрализируем если кожа оснотки чувствительная да затем наносим активную фазу и завершающую фазу наносим завершающий крем используем эстет защиты эффект это отшелушивание поддержание процесса обновления кожи осветления улучшения тона кожи частота процедур один раз в неделю 4 6 процедур длительность по протоколу 45 60 минут снова таки делали исследование то есть три как бы три процедуры и мы здесь видим эффективность данных процедур что действительно кожа улучшила и сияние кожи заметное для сияния мы также можем использовать миндальный пилинг и данный пилинг хорошо спасибо огромное за внимание до новых встреч